Семен Семенченко Лидеры партии «Укроп» Геннадий Корбан просят, чтобы глава партии «Самопомощь» Андрей Садовой распустил Днепропетровскую организацию партии. Вот что по этому поводу говорит ваш коллега Андрей Денисенко. Пожалуйста. Лидеры партии «Укроп» Геннадий Корбан просят, чтобы глава партии «Укроп» Геннадий Корбан просят. Місцевими діячами намагалися зірвати спочатку присягу Бориса Філатова як міського голови Дніпропетровська, а потім спільно з опозиційним блоком депутати від «Самопомощі» встали тут прямо на очах всіх – масмедіа, дніпропетровців, активістів, народних депутатів, новообраних депутатів міської ради. І ці люди дозволили собі демарш вийти із зали міської ради, фактично зірвати установчу сесію і вибори секретаря міської ради. Ви знаєте, після того, як ми підставили плече «Самопомощі» їхньому кандидату Милобогу в місті Кривому Рогу, де саме феодальний клан Вілкулів фальсифікував вибори міського голови «Укропівці» і наш кандидат Микола Колесник, і наші народні депутати, і наші громадські активісти, просто члени нашої партії, всі як один, і лідер нашої партії Корбан, ми підтримали наших колег, наших друзів по боротьбі, тому що ми вважаємо «Самопоміщ» силою демократичною, силою патріотичною, силою, яка разом з нами протистоїть реваншу в Україні, силою, яка не дає тому ж самому Порошенку побудувати тотальну нову диктатуру свого імені, замість диктатури Януковича. І сьогодні спостерігати таку безпринципність, продажність, мені особисто було просто огидно. Я звертаюся до активістів партії «Самопоміщ», до депутатів місцевих рад від цієї структури по всій країні, я звертаюся до своїх друзів Семена Семенченка, Єгора Соболєва, яких я особисто поважаю як ідейних борців, як людей, які в рішальні, переломні моменти для країни, для суспільства завжди були поруч з нами. На Майдані, на Сході, в боротьбі з реваншем, зараз в Верховній Раді. Я попрошу, друзі, обломайте, поставте на місце цих негідників. Зробіть так, щоб ім'я вашої партії і нашу спільну боротьбу, нашу дружбу, співпрацю, взаємодію не плямували такі нехороші люди, як Ахтем Хмельников. Ну, про Ахтема Хмельника ви скажете отдельно, що тут відбувалося? Ну, смотри, я буду воздерживатися теж от гипербол, метафор і яскравих выступів. І це мене робити теж. Дуже, у нас є теж маса вопросів, вообще, ко всім людям, і активістам, з вами пам'ятає, теж. Але, в-первых, у нас в воскресенье вечер, в Кривому Рогі. Я тільки що Андрію позвонив, кажу, Андрій, нам потрібно зробити все, щоб наша боротьба за чистоту рядов, которую я одобряю, не прививала к тому, що придуть менше людей. Тому що нас враги одні. Це коррупція і беззаконня в нашій країні. Ми зараз договорились зробити спільну заяву, що по Кривому Рогі ми єдини. Дуже, подруга, що відбувалося, від моєму розуміння. Дійсно, по закону, совміщення посаду народного депутата і посаду мэра є незаконним. Однак, я согласен з Андрею, що містна ячейка самопомоги могла би знайти любу іншу форму враження своєї позиції. Тому що я пам'ятаю Кривий Рогі, коли практично все політичні сили, і блок Петра Порошенка, і Батьківщина, і радикали, зашли в зал сесійний, в залу, і дали можливість, по сути, провести легітимну інаугурацію Вилкула. Я считаю, що в такій ситуації, якби позиція закону по-надусе була б не природній, потрібно було искати інші спосіби, бо Україна по-надусе. Я достаточно возмутился этой ситуації, однак у мене нет информации, нет доказательств того, що вони були куплені, проплачені, бутики. Тому що немає нікогою сенсу устраивать такі демарши в пользу ОПО-блока, тому що це нічого не даст. Нікає сесія, естественно, не сорвана. Борис Филатов сегодня принес присягу городського голови. Тобто це не мало смыслу, якби це робилось на користь ТІП-блоку. Я розговаривався с органелем фракції нашої, Олегом Березюком. Він считає, що це не досвідченість і відсутствие політичного опыта. Тому що можливість знайти ту форму, яка об'єднят людей, а не роз'єднят, це є принципом політичній зрелості. Це перше. Подруга, я предлагаю Укропу вынести за скобки вот этот конфлікт, поскольку в Кривому Рогі наша Штавханина буде работать тікенокоростю по блоку. Тому що вони і так розпускають через собственні масмедиа, що ми зараз все сольємо, що ми продадиміся. Я можу сказати свою позицію, позицію Егора Соболя. Ми підемо до конца. Якщо потрібно буде, условно говоря, приступати закон, ради того, щоб добиться справедливості, добиться того, щоб защитити людей, ми це будемо робити в перших рядах, а уж неприкосновенність нас снять дуже быстро можна. Це показали последні события. Ви говорите, приступати закону, щоб нанимати рамки? Я поясню. Смотрите, сейчас существує мафиозна система управління страной, коли нарушається закон практически везде. Не привлекають соответственности коррупціонери. Суд, несмотря на явну подділку документів, це вот ночі выяснилось, він вообще никак не обращає на це внимання. То есть, извращається самая основа демократії. І, по сути, перед нами стоит сейчас такая ж дилемма, як перед активистами Майдана в своє время. Вот ці всі люди, які сидять в зале сесійної, які сидять на банковій, в администрації президента і в правительстві, а не у власі, тільки тому, що хтось в своє время вирішив действувати не согласно закону України, а согласно декларации прав человека і гражданина. Тобто, якщо у чоловіка полностью заблокирован доступ до правосудия, до його прав, то він має право на повстання. Другое дело, що ми об'язані, будучи народними депутатами, робити все для того, щоб це не спровождалось такими-то штовханинами, человеческими жертвами і іншими. Це наше чітке убеждення. Тому тут ні в коем случае і за неделю ні одні пуговиці, ні одного стекла, ні одного царапини не було зроблено. По поводу цієї ситуації, я думаю, що, естественно, исполком партии, самопомніш, з цим розбереться. Але я предлагаю зараз не розкручувати цю істерію, наскільки, опять же, більша частина того, що говориться, це личне убеждення авторів цих заявлень. На самом деле, ми маємо тільки один факт. То, що люди сказали, що должен бути закон по надусі. Однак, форма выбрана, я согласен, абсолютно неправильно. Вот смотрите, в зв'язі з тим, що ви сказали. Вінтересно, як приймаються рішення вашої партии? Ми об'ятемо не знали. Тобто ви не знали, що у вас така автономія внутрішні партии, або як? Автономія, абсолютно верно. Це дело Месеова в осередку. Я об'ятемо узнал сегодня, случайно, з ленту Фейсбука. Причем, от якого-то активиста Месеова, самопомніш, я подошел, сказав своїм колегам, по депутатському корпусу, що я лично не согласен с той формою, я би зробив по-другому. Нужно ставити в корінь. Филатов є причиною того, що с нього не сняли неприкосновенность, чи нет. Можна було б виразитися в отноші к Верховній Раді. Можна було б предложення якісь внести. Але потрібно смотреть вокруг, с кем ти виходиш, і хто порів з тобою, оказывається. Я сначала думав, що там є ще і БВП, і блоків Люті Машенка. Потім вияснило, що нет, їх теж не було. Але, з іншої сторони, я, чесно кажучи, не підтримую і реакцію укропа. Тому що точно також, як нам потрібно здержанно бути в емоціях, мені теж хочеться взяти автомат і, условно кажучи, правосудие вершити на свою росу. Але це в мене говорить солдат. А чоловік, який взяв на себе ответственность, в тому числі за Україну, як народний депутат, я должен понимати, чим це все закончиться. Тому я должен просчитывать все це наперед. Тому я предлагаю своїм колегам по парламенту, Андрій Денисенко я знаю ще с мая прошлого року, він був в правом секторі, коли ми в місті, я організував партизанский рух, він правий сектор в Днепропетровській області. Тобто я знаю, що люди действительно за Україну. Тому давайте думати і меру своє возмущення все-таки змерять. Я согласен з тим, що должны бути определенні предели, але хлопці на Востокі, вони воюють і погибають для того, щоб нам, у нас получилось. А получится у нас, якщо ми будемо вміти об'єдняться, як патриоти, проти общого врага. Ну, вот смотрите, я, усвішав вас, вот какой вопрос у мене сразу в голову приходит. Ну, учитывая момент, да, достаточно напряженный, учитывая то, что ваши интересы в Днепропетровській області совпадають, то есть вы, в принципе, боретесь против клана Вилкулов, что в Днепропетровській, что в Кривому Рогу, потому что вот Александр Вилкулов это сын мэра, ну, избранного мэра Днепропетровського. И их покровителями в Києві. Ну, их покровителями в Києві в том числе. И поэтому, знаете, что я не понимаю, да, как человек, который, ну, не ходит ни в вашу партию, ни в какую-то другую, не понимаю, как так партия не могла предусмотреть, чтобы дать чёткие директивы своим ячейкам на местах, как себя вести, именно учитывая вот этот весь контекст. Вот я этого не очень понимаю. Вы знаете, я думаю, вы сможете этого понять, если, вот вы в политике раньше не были, да? Как это не было? Я уже очень много лет занимаюсь украинской политикой. Я понял. Давайте представим, что вот ваш оператор и человек, который занимается там подборкой новостей, вдруг решили, что досыть, и им нужно идти в политику, потому что они знают, что они не придадутся и будут поступать по совести. Ну, как сейчас вот сериал идёт народный, как он? Зеленский. Да. Да. И понимаете, вот то, что вы пришли, вы оказываетесь в лесу, где куча бабуинов, слонов, носорогов, а вы ведь абсолютно неопытны. И нам этот опыт приходится достигать собственным потом и кровью, потому что у нас нет денег, у нас нет политтехнологов, у нас нет, скажем так, возможности лгать всем и каждого. Мы работаем, собственно, на своих ошибках. Поэтому мы даже не выдвигались во всех округах. Мы пошли в 20% округах. Почему? Потому что строительство партии, а по сути не раздача франшиз на местах, как это делают многие, а подбор людей и создание таких условий, при котором они сами бы продуцировали решения, а не им диктовали сверху. Это очень тяжелая вещь. И тут без ошибок не обойдешься. Другое дело, что я бы не спешил сразу же зачислять людей, вкупленные там и прочее. Нет, не вкупленные, просто поступили. Потому что сама помощь поддержала Филатова на выборах мэра. И, кстати, после этого поддержала БПП, потому что уже БПП оставалось в одиночестве. И поддерживали мы Филатова именно с точки зрения того, что патриотическая позиция и позиция коллаборационистка это две большие разницы. Поэтому давайте вынесем это за скобки, потому что раздувание этого конфликта она не на корость Украины, это точно. Да нет, это же не просто что прозвать, просто чтобы понимать, как функционирует... Я постарался искренне. Да, 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 как партия принимает решения и насколько автономны все разноречии. Они волны о своих решениях, однако я думаю, что должны быть предохранители против подобных решений. Окей, теперь как раз вы сами говорили и само собой продолжается битва за кривой рог. Да, вот 18 ноября исполком заявил, что вот избранным мэром стал господин Вилку, только уже в кривом рогу. Если вы помните фотографию режиссера, не спите. Вот. Но идут митинги в кривом рогу, режиссер продолжает спать. Помните? Да, спасибо. Идут митинги, например, в кривом рогу, многочисленные. И не только митинги, то есть не только площади вы хотите добиться справедливости, но и через решение суда. Вот уже первую инстанцию вы проиграли, и вторую инстанцию тоже. Буквально вот сегодня утром стало известно, что апелляционный суд в Днепропетровской области отказал вашему кандидату, господину Милобогу, удовлетворение жалобы о признании незаконными результатами воли заявления. Я понимаю, что вы на этом не останавливаетесь, у вас как раз в это воскресенье, если не ошибаюсь. Народные вечи, и вы призываете всех прийти. Но вот вы сами сказали, что вы оставляете за собой право перешагнуть через закон. Нет, не оставляю. Я хочу сказать, что мы как народные депутаты будем среди людей. А вот действовать либо по их решениям, если они решат переступать закон ради справедливой, ради того, чтобы все-таки держава выполняла свои функции, чтобы заставить выполнять другие статьи закона или остановиться, это уже наше личное решение. То есть я думаю, что нам как народными депутатами нужно быть с людьми. Но мы не собираемся людей учить, как жить. Они сами демонстрируют пример и интеллигентности, и напора, и дальновидности. И вот это решение прийти к непосредственной демократии, в случае, если государственные институции окажутся бессильными перед произволом, перед коррупцией, это решение людей, не наше. Но я просто хочу понять, к чему может привести вот эта вещь, которая будет в воскресенье. Учитывая, да, что апелляционный суд проигран, и есть еще последние станции. Он не проигран, он куплен. Он куплен. Вот давайте подробнее, почему вы считаете, что он куплен. Потому что выявились системные нарушения и подделки документов на суде. Суд не стал давать оценку подделкам, сказал о том, что это дело правоохранительных органов, но даже не стал выносить ухвалу и отправлять в эти правоохранительные органы. Потому что выяснилось, что существует две постановы с одним и тем же датой, с одним и тем же номером, абсолютно различающиеся. Существуют свидетели, которые общаются и опрошенные, и не опрошенные в зале. Это было зафиксировано в коридоре друг с другом. Существует ситуация, при которой люди путаются в показаниях, был же опрос свидетелей. Существует ситуация, при которой нарушаются абсолютно все мыслимые нормы. Более тысячи голосов по так называемым спецдольницам были подделаны. И это больницы, это древние вот эти учреждения. И на самом деле для суда вообще не стоял вопрос, как это оценивать, потому что есть закон. Однако наши суды уже давно стали притчей в языцах. У нас было небольшое сомнение, когда мы послушали президента Украины, который на встрече нам сказал, что он приложил все усилия, чтобы послать месседж о том, что это дело на его личном контроле, о том, что все-таки суды должны руководиться законом, а не своими покровителями, что это будет обязательно рассмотрено. И, кстати, мы сейчас по некоторым судям в дисциплинарную инстанцию подаем документы. Есть два уголовных дела уже возбужденных. Простите, если судья общается в коридоре с ответчиком, то есть с ОПО-блоком, а когда мы подходим спрашиваем, она говорит, я не общаюсь без видеозаписи, без звукозаписи, только в зале. То есть видно разница подходов. Днепропетровская это старинная вочина оппозиционного блока. И решение, и стиль рассмотрения доказательств свидетельствуют о том, что мы не людей о том, что практически все суды не раскуплены. Абсолютно правильно. У нас сейчас остается только политический путь, так называемая политика правовой. То есть приезжает в понедельник спецкомиссия Верховной Рады следственная в Кривую Рог, начинает рассмотрение всех этих материалов. И я думаю, что Верховная Рада в 2005 году в Одессе может принять решение про еще один турвыборов. В противном случае я думаю, что люди будут абсолютно правы, когда констатируют, что государство не может справляться с гарантией их прав. Государство в лице не страны Украины, а в лице Вилкулов, в лице администрации президента, про которое уже делались заявления, кстати, тем же Андреем Денисенковым о том, что некие представители администрации президента, там есть такой Филатов, только не Борис, другой, крышует все это дело. Очень даже похоже. Кстати, вот вы согласны как раз с заявлением Андрея Денисенко по поводу диктатуры Порошенко. Ну, стремление есть, диктатуры нет, у нас же не Россия все-таки. Ну, к слову Богу. И еще раз, опять-таки, вы сами упомянули до этого президента, когда вы говорили, что он берет под свой личный контроль вот эти все судебные разбирательства. То есть вы так поняли, что, учитывая решения суда... Не под личный контроль, что он, как президент, сообщит, что факты коррупции, судебная система, факты неправильных решений не останутся без реакции. Об этом идет речь. То есть, и как теперь вы понимаете решение апелляционного суда? То есть вас президент, грубо говоря, кинул? Я не знаю. Я понимаю свою необходимость и свою обязанность не бросить этих людей. Я им смотрел глаза, я обещал, что буду с ними. Если эти люди решат устанавливать демократию в законные способы, кстати, в Конституции это предусмотрено, и убрать вот эту коррумпированную и прогнившую прослойку хотя бы на время обратиться к Верховной Раде, я их буду поддерживать. Кстати, вопрос непосредственно демократии предусмотрен в Конституции. Там четко написано, что люди осуществляют свою власть либо безпосредне, либо через органы власти. А безпосредне там идет референдум, плебисцит, то иншие способы безпосредней демократии. Я думаю, что... Это, конечно, может быть все, что угодно. Да. Ну вот смотрите, я вот хочу понять, какая позиция... То есть вы одни в этой борьбе, в этой битве за кривую руку? Кто ваши союзники? Потому что, да, создана эта комиссия в парламенте, президент говорит то, что он будет следить за всем, что происходит. В итоге вы говорите, что вот все, все говорят, 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 на площади Криворожане, да, и фракция... Ну, некоторые депутаты из вашей фракции. Ну, смотрите, приезжали депутаты из фракции Укропа, я думаю, что и Андрей Денисенков, и депутаты от Днепропетровска будут тоже. Приезжал Владимир Поросюк, приезжал, кстати, Андрей Садовы, но это уже депутаты и лидеры нашей фракции. Я думаю, что, если взять с точки зрения шахматной доски, то в преддверии голосования за изменение до Конституции и в преддверии голосования за закон по выборах на оккупированных территориях, если вспомнить все эти заявления Гройсмана о том, что есть 300 голосов, АПО-Блок это лучший партнер для президента, чем Самопомощь. Потому что Самопомощь за эту огоньбу голосовать не будет, а те будут. И потому, что они это поддерживают, и потому, что им в тюрьму не хочется. Я же думаю, Шокин их устраивает замечательно. Он дела держит в долгом ящике. Но мне хотелось верить в лучшее. И для этой страны оптимизм лучше, чем пессимизм. Сейчас я смотрю, что абсолютно, как и на Майдане, вопрос сейчас только в воле людей. Дай Бог, чтобы все это смотрит. Я по поводу выхода фракции из коалиции говорилось неоднократно. Особенно в связи с голосованием по поводу изменения в Конституции. Тот же Гройсман сказал, что не факт, что они будут вообще голосоваться в этом году. И не факт, что в этом виде. Много инкогнин, слишком много на данный момент. Но Кривый Рог в принципе это очень такой важный экзамен для тех сил, которые себя называют европейской или проевропейской коалиции. Уже не помню, как точно вы себя назвали. Но это не столь важно. Вот я не очень понимаю. Я так понятно БПП то есть непонятно. То есть я не понимаю, почему, например, на эти ваши митинги в Кривый Рог не приезжают депутаты из блока Петра Порошенко, Баткевщины, Радикальная партия. До этого, Егор. Ну, смотрите, у нас существует две коалиции. Де-факто и Де-юра. Де-факто коалиция называется клептократическая Украина. Воровать. Де-юре европейская Украина. 50-60 депутатов максимум в этой Верховной Раде зависимы только от своих избирателей, а остальные зависимы от собственников фракции. Это колоссальный шаг вперед после Майдана. Раньше не было в созывах и 10 человек таких. Но давайте реально поставим ситуацию с ног на голову. Вернее, наоборот. цель большинства парламентариев это личное обогащение и это место в системе. И поэтому слушать то, что они рассказывают, махая украинским флагом, это себя не уважать. И не приехали многие, потому что им нечего сказать людям. О чем они будут говорить? И вот, кстати, очень было бы все-таки прекратить эти разборки с укропом. Я не думаю, что стоит говорить про идеологию самопомощи укроп, но если это что в Ханина идет просто на патриотическом правовом поле, кто кого, это нужно срочно прекратить. Потому что демократы, которые объединяются за полчаса до расстрела, это наша украинская традиция. Не важно, почему на самом деле никто не приехал, а там они не нужны. Если они не с людьми, они не нужны. Там достаточно самих людей и тех депутатов, которые, будучи с народом, смогут вот это народное возмущение поставить какие-то рамки, чтобы оградить от эксцессов, чтобы не было убийств, чтобы не было... Ведь ко мне подходили масса бандитов местных в разных чинах, разных депутатов и говорили, что будет кровь. Я объяснил, что если будет кровь, то мы вас просто уничтожим. Потому что нам хватит на Донбассе. Я потерял уже две своих малых родины и Крым, где я родился, и родину своих детей Донбасс. Я не хочу, чтобы здесь было. Мы политики. Мы должны оставаться в правом поле. И даже вот эти возмущения, они соответствуют Конституции. Никакой крови, ни в коем случае никаких штабханин. Мы очень внимательно за всем этим следим и ассоциация ветеранов АТО. И неважно, почему не приехали другие политики. Значит, они не с народом. Вот и все. Ну вот в связи с тем, что к вам приходили бандиты, вы сами сказали. То есть я так понимаю, что вы можете даже дать даже провокации. Мы помним, под Верховной Радой кинули петарду. Ну смотрите, там снайпера посадить, он там на крыше. Снайпера, гранату среди толпы, ну ужас. Как вы будете обеспечивать безопасность всех этих людей? Это очень важно. Ну, во-первых, как мы делали в прошлый раз. Мы провели на Раду с представителями силовых органов, полностью зачистили всю территорию от урн, от всяких там кучек. Там было очень серьезное оцепление. Сейчас порядка трех тысяч правоохранителей стянуты в Криворог. Значит, к нам сегодня подходил, ну не к нам, а к митингующим на Майдан Криворожский милиционер, говорил, ни в коем случае не штурмуйте, потому что нас там три тысячи человек, есть оружие. Ну и мы объяснили, что если народ захочет, он в таком количестве зайдет когда угодно. Но нет смысла, потому что это, по сути, его коммунальная собственность и есть. Они не этого добиваются. Кроме того, здесь используется ассоциация ветеранов АТО. То есть, полностью предохраниться от броска гранаты невозможно. Но поймите, правление коррупционеров, вот этот обман и надругательство над Украиной, эта граната гораздо более худшая. Не родится большое количество людей в таких вот нищенских условиях. Сопьется много людей. Будут продолжаться наступления все эти, наркомания, еще там что-то. Все сопутствующие условия неблагополучной страны. Нам нужно в конце концов сказать один раз и навсегда, что мы готовы рискнуть своей безопасностью для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей. Это касается, кстати, и войны тоже. Говорить о том, что нам нужно обязательно сохранять мир, чтобы ни в коем случае никто не погиб, а с нашей незалежностью пусть творят, что хотят, это примерно та же самая история, что боятся гранаты. Я думаю, что все будет хорошо. Кстати, вот новость буквально вот недавно, сегодня же избирают главу антикоррупционного прокуратуры, вот комиссия выбрала два члена на эту должность, среди которых будет выбирать господин Шелкин. Это Максим Грещук и Назар Холодницкий. Я не знаю, я про них ничего не могу сказать, просто интересно, что буквально вчера, даже сегодня все говорили или Касько, или ГОВДА, а в итоге не тот, не тот. Ну, смотрите, прокуратура реально не работает, то есть она заблокирована. Она заблокирована системой круговой поруки. Почему придумалась вот эта история с антикоррупционным бюро, это примерно как патрульная полиция, чтобы получить независимых людей, которые бы садили, неважно кого, чиновника, премьер-министра, но чтобы работало антикоррупционное бюро, нужен антикоррупционный прокурор. И вот за борьбу с влиянием на его назначение схлестнулись небольшие силы, условно говоря, которые представляют общество и многочисленные силы, которые представляют коррупционную вертикаль. Ну, Касько это тот человек, которому многие доверяют. Не зря против него шла такая кампания травли, клеветы. Ну, я буду узнавать, кто и что это за люди, но поймите, блокируя доступ людей к правосудию, нынешняя власть только ускоряет свой конец. И дай Бог, чтобы аплодировали только ударом ноги Поросюка. Если будут аплодировать отрубленным головом на плахе, это может кончиться страна. Хотя удары Поросюка тоже сомнительные методы. Вы знаете, что он сорвал на Криворожском Майдане, где было до 10 тысяч человек, бурные аплодисменты. Я понимаю людей. Я сам не поощряю, и он сам, кстати, не поощряет свои поступки. Люди не видят реального справедливости, поэтому они готовы оправдывать и это. Так завтра они будут отрубленные головы оправдывать. Мы пытаемся достучаться наших партнеров по коалиции до президента. Разблокируйте доступ к правосудию. Давайте заменим суды. Пусть люди видят, что ситуация меняется. Кстати, по поводу правосудия и вообще перемен. В это воскресенье пройдут выборы в Мариуполе и в Красноармейске. Мы все помним, почему тогда были отменены выборы в Мариуполе, по крайней мере. Вот эти стопки испорченных, ну не испорченных, а неправильных бюллетеней, которые напечатали на компании, которые связывают с олигархом Ахметовым. В итоге прошло не так много времени, около месяца, и вот люди опять встанут перед выбором. Что вы вообще ожидаете от этих фальсификаций массовых? Почему нужно было сначала поменять СВК, потом поменять ТВК, а потом только проводить выборы? Потому что системные нарушения, которые породили в итоге отмену выборов, их срыв, они не устранены. В чем состоит системные нарушения? Криворок показал это. Покупается франшиза практически у всех партий, то есть ОПА-блок, если он в данном случае выполняет роль регионального князя, он скупает голоса, вернее, право выдвигать кандидатов от разных патриотических сил. И после этого они же выдвигают в комиссии своих людей. Потом оказывается, что все куплены. И поэтому радикалы и Батьковщина отказались от распустили своей фракции, отказались от своих представителей в избирательных комиссиях. Что происходит после этого? После этого начинается печать дополнительной бюллетени, разные способы фальсификации. Я думаю, что раз не устранены причины, будет то же самое. Почему произошло в этот раз? Почему получилось это все отбить? Все, как всегда, на пересечении желания массы и случая. Люди хотели справедливости, они там мобилизовались, пришло небольшое количество людей, поехал правый сектор, невооруженный в Мариуполь. И на блокпосту, на одном их там, где должны были остановить, там были бойцы батальона Донбасса. Они проверили, нет никакой основания их не пропускать. Звонят сверху и говорят, не пускать, на каком основании, вот мы хотим. Их послали матерно, потому что ребята пошли защищать Родину и выполнять закон. Они пошли его нарушать. И правый сектор проехал. И они помогли людям на вот этом вот типографии устроить, по сути, скандал, после чего приехал Абройскин, местный глава ОВД и замгубернатора. Только тогда на это обратили внимание. Я ожидал, что... А кто имеет право в последнем, что нас в время заканчивают? Мы помним, что говорил президент и господин Жебривский, глава цивильно-военной администрации Донецкой области, что они приветствовали активность населения, что хорошо, что этих выборов нет. Кто тогда звонил батальону Донбасс, если президент выражал совсем другое мнение об этом поводу? Одно дело трех по телевизору, другое дело реальное событие. То есть звонили соответственно по линии командования сектора, то есть командование сектора там армейское, там достаточно серьезное сращивание с господином Ахметовым и с ОП-блоком, по телевизору процентов 80, людям рассказывают то, что они хотят слышать на самом деле. Сумасшедших или там божевильных, которые говорят правду и достаточно мало. Так что пользуйтесь моментом. Да, пользуемся. То есть в принципе я услышал ваш ответ, надеюсь, наши глядачи тоже, наши зрители. Благодарю Семена Семенченко, надеюсь, это не последний раз, что вы у нас в студии. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова